Видеоканал «Первая столица» и фонд «Русский мир» представляют проект «Песни войны». Фильм «Новые приключения неуловимых» – предложение популярной в СССР картины «Неуловимые мстители» – был снят по многочисленным просьбам зрителей. Музыку к фильму писал замечательный композитор-песенник Ян Фрэнкель. Фрэнкель вспоминал, что когда все уже было написано, он боковал чемоданы и собирался на юг. И вдруг ему позвонил режиссер Эдмонд Киосаян. «Срочно нужна еще одна песня» – «О России». Фрэнкель торопился и вдаваться в подробности не стал. Вспомнил про недавно написанную им песню «Русское поле» и тут же переслал ноты режиссеру. Даже не зная, в каком эпизоде песня будет использована. Услышал ее уже в готовом фильме. Она звучала из уст белогвардейского офицера, после революции собиравшегося бежать из страны. Необычный и опасный ход для того времени. Автором стихов к песне, быстро ставшей любимой для миллионов, была Инна Гофф. В большинстве биографий писательницы написано «Инна Гофф», в скобках, автор песни «Русское поле». Композиция стала ее визитной карточкой и, как это часто бывает, заслонила множество других прекрасных произведений автора. А их было немало. Сразу после войны юная Инна послала стихийно-творческий конкурс в Литинститут и была туда принята. Успешно занималась в семинаре поэта Михаила Светлова и вдруг неожиданно до всех ушла в прозу – семинар Константина Паустовского. Когда вышел рассказ «Северный сон», мэтр написал своей ученице письмо. «Читал и радовался за вас, за подлинное ваше мастерство, лаконичность, точный и тонкий рисунок вещи, особенно психологический, и за подтекст. Поздравляю вас, и если это правда, что хотя бы в ничтожной доле я был вашим учителем, то могу поздравить и себя с такой ученицей». Всего вышло более 20 книг писательницы. Рекомендации для вступления в Союз писателей Валентин Катаев написал. «Лично я считаю Инугов вполне сложившимся писателем, для которого есть в жизни лишь одна дорога – литература. И дорога эта начиналась в Харькове». Савнаркомовская, 9. Сейчас здесь выставочный зал художественного музея. А около века назад тут располагалась женская воскресная школа Христины Алчевской. «Это было выдающееся явление вообще в культурной жизни России, ну или Украины, можно сказать, того времени. Потому что это была вообще одна из первых таких воскресных школ, где образование бесплатно, естественно, получали девочки». В музее несколько классов, комнаты с пособиями. Занятия безвозмездно проводили около 80 учителей. «Мать Зоя, ее звали Инны Гофф, работала вместе с Алчевской. И на одной из вот этих фотографий вполне возможно мы можем как раз ее увидеть. Она преподавала французский». Мама рассказывала, как она волновалась, идя на свой первый урок. В классе сидели девушки ее лет. Одеты они были очень скромно, скорее бедно. Но их сатиновые платья и сетцевые блузки были тщательно отглажены. Видно было их уважение к школе. И к тому, ради чего они шли сюда издалека. Мама занималась на естественном отделении, и поэтому решила начать с того, что ей было близко. В качестве примера она предложила нескольким ученицам вытернуть волосы с головы и рассмотреть его под микроскопом. С того дня она стала преподавать там постоянно, не пропуская ни одного воскресенья. Это автограф Христины Алчевской. Только не самой просветительницы, а ее дочери, известной украинской поэтессы. Рядом автограф Рыльского, Гончара, Ахматовой, Пастернака. Все эти памятные надписи хранятся в отделе редких изданий и рукописей в библиотеке Короленко. Здесь же на стенке много фотографий женщины с мудрыми и добрыми глазами. Это первая заведующая отдела, талантливый библиограф и литературовед Маргарита Габель. В одной из ее последних книг, это же посмертная была книга Инны Гофф, называется «Подруги моей матери». И как раз там рассказывается о Маргарите Арестовне Габель. Тоже, к сожалению, как и имя Инны Гофф, для многих харьковчан это имя неизвестное, забытое. Но и это личность, которой мы можем гордиться. Дорогая Маргарита Арестовна, мама давно отдала в починку очки, без которых не может писать, и просит, чтобы я вам написала. Что я делаю с удовольствием. Очень хотелось бы знать, как вы, дорогая, себя чувствуете. Моя поездка с Галей в Харьков принесла свои плоды, не говоря уже о радости встреч с друзьями, где вы занимаете одно из первых мест. Инна Гофф родилась в Харькове в 1928 году, но когда началась война, вместе с родителями уехала в эвакуацию в Томск. В Харьков семья не вернулась, но своих детских друзей харьковчан и друзей родителей из нашего города у Инны Гофф было немало. А с некоторыми нашими земляками писательница подружилась, уже приезжая в Харьков в зрелом возрасте. С сыном Анатолием Гофф я познакомился ранней осенью 1983 года, когда она приезжала в Харьков. И это была поездка, связанная уже с теми повестями, рассказами, исследованиями, которые она тогда задумывала. И это была поездка на свою малую родину, по крайней мере, именно здесь прошли очень дорогие для нее годы. Она посетила и наши отделы. И так получилось, что вот это теплое общение в отделе и вообще в Харькове, оно переросло в многолетнюю дружбу со всей семьей. И с Инной Анатольевной, и с дочерью Галей, и с внучкой Катей, и с главой, так сказать, семейства Константином Яковлевичем Ваншенкиным. Со своим мужем, известным поэтом Константином Ваншенкиным, Инна познакомилась во время учебы в ЛИД-институте. Тогда сложилась их творческая пара. Я поступил в литературный институт, где девчонок было очень мало. И на них не обращал никакого внимания. И на Инну в том числе. А через год вдруг что-то такое произошло. Нас просто бросило друг к другу. Прямо как по Бунину. Появилась какая-то неодолимая тяга. Развивалось все быстро, и мы решили объединить наши жизни. Когда люди хотят отдохнуть, то почему-то ездят в отпуск отдельно. Мы с сыном расставались, только если необходимо было куда-то ехать в командировку. Очень такая семья теплая, добрая. Как говорили в писательском мире московском, что семьи уникумы. Не так много таких счастливых семей было в советские даже годы в Москве. Им, наверное, многие и завидовали. Дочка Лина стала художницей, внучкой – журналистом. Марк Бернес, Булата Куджава, Борис Слуцкий, Арсений Тарковский, Александр Галич, Александр Твардовский. Это только малая часть знаменитостей, с которыми была дружна чета Ван Шенкингов. Первым, что называется, в кавычках, конечно, запел Константин Якович, потому что «Я люблю тебя, жизнь» – это пел Марк Бернес. Песня на текст Ивана Шенкина. И завязались дружеские связи с композиторами, исполнителями. Это, безусловно, Френкель, Калмановский. И уже этот круг, дружеский круг, можно сказать, заставил Инду Анатольевну вернуться к поэтическому творчеству. Песня на текст Ивана Шенкина. Песня на текст Ивана Шенкина. Инна Гуф написала немало песен, но самая известная из них, безусловно, «Русское поле». «Это лучшая песня о родине» написал поэт Расул Гамзатов. В том же духе выразился и композитор Родион Щедрин. «Русское поле – музыкальный символ отчизны нашей». А вот Инна Анатольевна, она такой человек солнечный была, солнечный. «Русское поле» – песня серьезная. Текст такой, в общем-то, я бы сказал, там и какие-то не только облака, но и тучи просматриваются, правда. То есть очень много заложено в эту песню. А вот она сама по натуре была человек очень такой, я бы сказал, такой ласточкиной, такой быстроты, внимательности, зоркости. Это проявляется в ее прозе. И доброжелательности. Невероятно. Написала, потому что люблю поле. Как мала суша в сравнении с равниной моря, так малы города в сравнении с ширью наших полей. Этот ничем не заслоненный вид на край света, из-за которого утром всплывает солнце, из-за которым оно прячется к ночи. Золотое шумящее поле налитых колоссев было последним мирным видением моего отрочества. И ногов рано ушла из жизни, после продолжительной болезни в 1991 году. Ей было всего лишь 62 года. Константин Ваншенкин очень тяжело переживал утрату. У нас не был свой союз писателей из двух человек. Жена у меня была одна, любимая. Жаль, что ушла раньше меня. Мужчина должен уходить раньше женщины. Это закон жизни. Есть такое выражение. Я хотел бы с ней поменяться местами. В данном случае это именно так. Писательница прожила короткую, но счастливую жизнь. Любимая жена и мать – успешная писательница и поэтесса. Ее проза, кстати, тоже похожа на стихи и легко разбирается на афоризмы. Вот один из них. Я не изучаю жизнь. Жизнь изучает меня. Русская поля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok